Витаю, браты и сестры! Приветствую вас, братья и сестры! Хочу открыть с вами 2-е послание Коринфянам, 4-ю главу, и с 1-го стиха прочитать. 2-й Коринфянам, 4-я глава, с 1-го стиха. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Аминь. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Аминь. Так унываем мы или нет, братья и сестры? Никогда. Никогда в жизни. Ни разу. Унываем. Если быть честными, то мы все-таки унываем. А Павел говорит, что он не унывает. И в 1-м стихе он говорит это, потом, под конец главы, он повторяет то же самое в 16-м стихе. Он говорит, «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Он повторяет это несколько раз, и в середине, в 8-м стихе мы увидим такие слова. Он говорит, «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся». В русском переводе так звучит. То есть отчаиваться, унывать, разочаровываться – это такие слова, которые очень похожи. Хочу перед тем, как я пойду дальше, с вами посмотреть, что такое уныние вообще. Дать определение этому слову, чтобы было понятно, о чем мы будем вести речь. Уныние – это разочарование. Или другими словами, я нашел в себе такие определения. Уныние – это состояние человека, когда его ничто не радует, не доставляет ему удовольствия, он испытывает чувство неудовлетворенности и опустошения, заключающиеся в расслаблении сил человеческой души и нежелании трудиться, состоянии апатии, подавленности, настроение, при котором человек не заинтересован своим положением и происходящим вокруг, может быть не в состоянии исполнять свои жизненные обязанности. Это может быть затянувшаяся такая скука, хандра, недовольство, ропот, духовное опустошение, утомленность, истощение. То есть, другими словами, человек опускает руки, ему ничего не хочется делать, ему даже жить неинтересно, но он в унынии. Почему? Такое состояние на него нашло. Он может и сам не понимать, почему это пришло. Может, что-то не получается. Может, он разочаровался в чем-то. Может, он достиг такого возраста, когда у него кризис какой-то произошел. Среднего, малого, взрослого возраста, любого возраста. И человек начинает переоценивать, переосмысливать свою жизнь, думает о том, что он достиг, что он сделал, что у него получилось, что не получилось. Кто сравнивает себя с другими или с чем-то. И приходит в уныние от того, что он видит в себе, вокруг. Но Бог не хочет, чтобы мы унывали. И поэтому, когда мы читаем в украинском переводе, там написано так, «Але не впадаемо в роспач». Или, если первый стих взять, то там звучит немножко по-другому. «Не тратимо відваги». То есть, если бы я попросил вас сказать, какое противоположное слово унынию. То есть, с одной стороны уныние, а с другой стороны что? Радость, наверное, да? Кто-то скажет. Счастье, удовольствие, удовлетворенность. Но здесь почему-то написано нам «Не тратимо відваги» или «отваги». Что такое відвага или что такое отвага? Отвага – это смелость, бесстрашие, храбрость, решимость, предприимчивость, надежда, уверенность, отсутствие робости и уныние. Отвага – это когда мы осмеливаемся совершать правое дело, несмотря на немощь нашей плоти. С одной стороны уныние, с другой стороны отвага. И Бог призывает нас быть отважными. По-английски – courageous, да? Смелыми. Или мужественными. Я думаю, если мы посмотрим в Библию, мы помним те слова, которые Бог говорит Иисусу Навину. Он говорит «Будь тверд» и какой? «И мужествен». И Он повторяет это не один раз. «Будь тверд и мужествен». «Будь тверд и мужествен». Я думаю, прочитаем мы с вами этот отрывок из Иисуса Навина, но я хотел бы с вами посмотреть на этот первый стих 4 главы 2-го послания Коринфянам. И здесь такие слова. «По этому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Первое слово, которое здесь написано, это «по сему», то есть «по этому». То есть Он делает вывод. Нужно обратиться нам к 3-й главе, чтобы понять, о чем идет речь. И дальше Он объясняет. «Имея по милости Божией, что такое служение, мы не унываем». То есть Он говорит «я не унываю, потому что у меня есть по Божьей милости служение». Какое служение? Такое. Какое-то особенное. Он об этом служении упоминает. Он говорит, что «мы не унываем, имея по милости Божией такое служение». Но когда мы посмотрим дальше, после служения, Он использует слово «мы не унываем». Он не говорит, что «я имею особое служение, и поэтому я не унываю, но у вас такого служения нету, поэтому можете быть в уныне, да? У вас нет выбора». Но здесь Он говорит «нет, не так». Он говорит, что «по этому, по милости Божией, имея такое служение, мы не унываем». Мы, то есть не только сам Павел, но и люди, которые с ним. И мы с вами, братья и сестры, имеем такое же служение, которое было у апостола Павла. И мы можем не унывать. Почему? Потому что мы, по милости Божией, имеем такое же служение. А какое это служение? Давайте откроем третью главу и посмотрим. Третья глава, четвертый стих. Он говорит, «Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа». Он говорит, через Христа в Боге у нас есть уверенность. Какая? Такая, твердая, хорошая. Здесь выше Он пишет, что они являются письмом Христовым, что в сердцах их написано это Слово Божие, Евангелие, которое Бог сам написал Духом Святым, Духом Живым написано, Духом Бога Живого. И написал это Своё Слово он не на скрижалях каменных, но на скрижалях плотяных, на скрижалях сердца плотяных. То есть Бог родил человека свыше и дал ему уверенность. Это служение, которое Дух Бога Живого написал на скрижалях нашего сердца. То есть Бог сам своим Духом Святым родил нас, возродил нас к новой жизни и что-то внутрь нас поместил, что-то очень важное. И поэтому мы имеем уверенность, уверенность в Боге через Иисуса Христа. Это служение, которое является отражением того, что Бог, сам живой Бог, живёт в наших сердцах. Что Он у нас там пишет, запечатлевает Своё Слово, Свою истину. Это служение, которое даёт нам уверенность. Это служение, которое меняет наше мышление и даёт нам особенные способности. Если мы посмотрим на 5 стих, написано так. «Не потому, что мы сами способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога». Он говорит, мы не можем сами от себя помыслить ничего, чтобы сделать это служение, которое мы имеем от Бога. То есть Бог дал нам возможность мыслить по-другому, не так, как этот мир мыслит. Бог дал нам другое сердце, не такое, как у людей других, окружающих в этом мире. Он Духом Святым сам поселился в этом сердце. Он туда поместил истину. Он дал нам уверенность. И Он меняет наше мышление, даёт нам способность мыслить по-другому. И дальше Он говорит, что Он даёт нам особые способности. Способность не только мыслить, но и делать. В 6 стихе Он говорит, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. То есть это служение можно так двумя словами описать. Это служение Нового Завета. Бог дал нам возможность быть служителями Нового Завета. И это служение, оно сильно отличается от служения Ветхого Завета. Потому что служение Ветхого Завета это было служение буквы, а служение Нового Завета это служение Духа. И он здесь проводит такую параллель, он говорит, что буква убивает, а Дух животворит. То есть это служение Духа и служение животворящее. То есть служение живому Духу, который животворит. То есть внутри нас находится живой Бог, который готов животворить, то есть давать жизнь через нас. Благодаря этому служению люди оживают к жизни, воскресают. В 7 стихе он говорит дальше так, что «Если же служение смертоносным буквам, начертанным на каменных скрижалях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа?» Наше служение, которое то особое, такое служение, как говорит апостол Павел, это служение славное. И слава этого служения, она намного больше той славы, которую имел Моисей. Если вы вспомните, то когда Соломон построил храм, он молился, и слава Божия сошла на этот храм. Если вы вспомните, Моисей поднимался на гору, спускался, и слава из его лица сияла. Так что ему приходилось покрывалом покрывать лицо свое. Насколько славно это было служение. Эта слава Божия, она сходила на скинию. Люди, которые жили в то время, они видели эту славу Божию, и они приходили втрепет от этого видения. Но здесь интересно, что апостол Павел говорит нам, что то служение было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы его. Но эта слава была приходящей, то есть которая перестает когда-то, да, приходит. Но не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? То есть он говорит, а то служение, которое у нас, оно славно намного больше. Он говорит, гораздо более оно славно. И в 9 стихе он объясняет, он говорит, если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славой служение оправдания. То служение было служение осуждения. Наше служение – это служение оправдания. Через Евангелие, через Новый Завет Бог дает людям оправдание. Но не осуждение, как в Ветхом Завете. Но если быть точным, то Бог сразу осуждает, потом оправдывает. И благодаря Новому Завету Бог дает это оправдание. И дальше в 10 стихе написаны такие вещи, которые я бы, наверное, не осмелился произнести, если бы они не были записаны здесь в Слое Божьем. Написано так, «То прославленное даже не оказывается славным по всей стороны по причине преимущественной славы последующего». Он говорит, если вы посмотрите на ту славу, которая была в служении Моисея, на ту славу, которая сходила на Скинию, на ту славу, которая сходила на храм, который Соломон построил, то он говорит, «То прославленное даже не оказывается славным, если его сравнивать с той славой, которую имеет это служение, служение Нового Завета. Их нельзя даже вместе ставить, потому что это служение намного славнее, настолько прославленное, настолько больше славное, что слава того всего прошлого, она блекнет, можно даже не сказать, что это славное было. Почему? Потому что то славное, что сейчас, оно намного, намного, намного больше. Поэтому он говорит такие слова. То прославленное даже не оказывается славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее, то, которое приходит. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Он говорит, что то служение, которым мы занимаемся сейчас, оно намного славнее, потому что оно говорит о той славе великой, которая придет, которой обладает сам Иисус Христос. которая уже принадлежит ему, и эта слава уже проявляется. И он говорит, когда я на это все смотрю, на это служение, которое я имею, когда я осознаю это, то я имею огромную надежду и великое дерзновение. И дальше он сравнивает себя с Моисеем, он говорит, и не так, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилеву не взирали на конец приходящего. Говорит, совсем не так, не так, как Моисей. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается только Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Он говорит, сколько чудес было явлено, какая слава была видна людям, которые ходили в пустыне, но покрывало так и осталось лежать на их сердцах. Почему? Потому что это покрывало снимается только одной личностью, и это Иисус Христос. И если человек обращается к Иисусу Христу, тогда это покрывало снимается. И тогда человек может увидеть эту славу, славу этого Нового Завета, славу Нового Служения, славу Иисуса Христа, которое ему принадлежит. А он говорит, а у нас есть большая привилегия, потому что мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Он говорит, мы на эту славу можем не только смотреть, но, глядя на эту славу, мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Он говорит, что не только смотреть мы можем на эту славу, не только ее созерцать, восхищаться ею, но мы можем преображаться в тот же образ, который имеет Иисус Христос. Мы можем преображаться в тот же образ прославленного Иисуса Христа. И эта слава, она не чужда нам, она нам близка. Это служение, которое дает свободу, это служение, которое преображает человека. Свободу, не просто свободу делать что угодно, а свободу служить Богу, а не греху. Покрывало снято, завеса разорвана и разорвана самим Богом, доступ в святое святых открыт. И мы с вами, братья и сестры, имеем доступ к самому живому, святому, великому, прославленному Богу. И он говорит, когда это все я вижу, понимаю, осознаю, что мне доверил Бог, я могу сказать только одну вещь. Он говорит, что по милости Божьей мы имеем такое служение. Только по милости Божьей. И потому что мы имеем такое служение, поэтому мы не унываем. Он говорит, когда я вижу, смотрю на это все, на это величие, на эту славу Божию, на то, что Бог доверил нам, нам, глиняным сосудам, немощным, слабым, которые быстро отчаиваются и быстро могут унывать, но благодаря тому, что мы имеем во Христе, мы не унываем. Почему? Как он говорит в конце 4 главы, он открывает такой следующий секрет. Он говорит, что даже если и внешний наш человек тлеет, то есть тело наше стареет, оно распадается, может, какие-то ему, ну, много есть обстоятельств, которые могут ускорить этот процесс. И в жизни апостола Павла то этих обстоятельств было очень много. Он перечисляет о них, он говорит их, и он говорит, что и били его, и приносили ему какие-то увечья, то есть ускоряли этот процесс старения внешнего человека. Но он говорит, хотя этот внешний человек и тлеет, но внутренний со дня на день обновляется. Если наш внутренний человек обновляется, то мы не унываем. Если мы смотрим не на видимое, но на невидимое, не на то, что временно, а на то, что вечно, тогда мы можем не унывать. Почему? Потому что смотря на то, что Божия, на ту славу, которую имеет Иисус Христос и которая ожидает нас в вечности, смотря на то, кого мы имеем сейчас уже в этой жизни, Духа Святого, Иисуса Христа, мы не унываем, потому что надеждой и упованием наполняется наше сердце. Хочу привести вам несколько отрывков из Слова Божия, где апостол Павел говорит об унынии, или говорит о трудностях, или по какой причине он мог бы унывать. Если мы посмотрим, то только во втором послании к Коринфянам он перечисляет много обстоятельств, по которым он мог бы упасть в отчаяние, в уныние и потерять надежду, может отчаяться, разочароваться. Разочароваться в том, что он прилагает много усилий, трудится, 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 а к Коринфяне так медленно очень меняются. И вот он говорит в первой главе в восьмом стихе, «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении, о скорби нашей, бывшей с нами Васей, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх сил, так что не надеялись остаться в живых». Он говорит, «Помимо того, что мы смотрим на вас, и это их разочаровывало, но он говорит еще, что обстоятельства так сложились, что очень большая скорбь постигла их. И эта скорбь настолько велика, что он говорит, что мы были отягчены чрезмерно и сверх сил, так что не надеялись остаться в живых». То есть обстоятельства по-человечески такие, что естественной реакцией человека было бы уныние. Потому что отягчение было чрезмерное, оно было сверхчеловеческих сил. И он говорит, «Я уже не надеялся остаться в живых». И скорбь была у него в сердце. «Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». И вот когда он описывает эти скорби и трудные обстоятельства, он говорит им важную вещь. Он говорит, что «Я имел в себе приговор к смерти, я был готов умереть для чего?» Для того, чтобы надеяться не на самого себя, но на Бога. Когда человек надеется на самого себя, он приходит в уныние. Апостол Павел говорит, что «Я приговорил себя к смерти в уме, для того, чтобы надеяться не на самого себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит при содействии вашей молитве за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Дальше во второй главе, в четвертом стихе, он говорит такие слова. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Вот он говорит свое состояние, какое оно у него было. Он говорит, что скорбь была, «И великая скорбь, от великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами». И он пишет уже здесь скорбь по другой причине, потому что он скорбит за них. Потому что дальше он говорит в пятом стихе, «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и вас». И для такого довольность его наказания от многих. Дальше, если мы посмотрим дальше, в шестой главе, в третьем стихе, он говорит, «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служителей Божьих, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и в левой руке, в чести и бесчестии, в порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, Коринфины, сердце наше расширено. Вам не тесно в сердцах наших, но в сердцах ваших тесно. В равной возмездии, говорю, как детям, распространитесь и вы. Он перечисляет эти многие обстоятельства, которые в его жизни были. И мы видим его несломимость, твердость. Когда эти обстоятельства, они атакуют его со всех сторон, его и огорчают, его притесняют, его считают обманщиком, его бьют, его гонят. Бедствия его постигают, нужды у него есть. А он идет к своей цели. И не падает, не отчаивается, не унывает. Откуда такая сила? Откуда такая сверхъестественная сила? И он открывает нам этот секрет. Он говорит, что эта сила находится в одной личности, в Иисусе Христе, в уповании на живого и истинного Бога. И этот живой и истинный Бог, он настолько реальный в жизни апостола Павла, что он из всех этих ситуаций его вытягивает. Он его ободряет, он его укрепляет, он дает ему правильно на эти все обстоятельства реагировать, не обижаться, не оскорблять никого, не унижать, не воздавать злом за зло, а идти к той цели, которую сам Бог поставил перед ним. Идти и не сломаться, идти и не сдаться, идти и выходить победителем. В 11 главе он повторяет список похожий, он говорит, что к стыду говорю, на это у нас недоставало сил. Дальше он говорит, а если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи и я, израильтяне и я, семя Авраамова и я, христовые служители, я больше, я гораздо более в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти, от иудеев в пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже, в наготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях». И вот он говорит, и этот список настолько впечатляет, ошеломляет. Я не знаю, какое слово подобрать даже. Вот это слово опасности, 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 опасности. И, казалось бы, слышишь это все и думаешь, ну как человек мог жить в этих обстоятельствах? Когда вокруг все не так, вокруг одни опасности, вокруг одни трудности, какие-то сложности. И, казалось бы, другой бы посмотрел и сказал, ну я, наверное, не в том месте нахожусь, я, наверное, не то делаю. Почему это все на меня свалилось? Отчаялся бы, впал бы в уныние, все бросил, оставил и пошел заниматься каким-то другим делом. Но апостол Павел, несмотря на все это, он остается верным тому служению, тому призванию, которое Бог ему дал. Несмотря на все это, в нем находится та сила, которая дает ему через все это пройти, все это преодолеть и достичь той цели, которую Бог ему ставит перед ним. Откуда эта сила? И вот он говорит, что по милости Божией, имея такое служение, мы не унываем. И эта сила, она в Иисусе Христе, сила в Боге. Хочу с вами открыть Ветхий Завет и вспомнить одну историю, которая произошла с Саулом. Это 1-я царств, 28-я глава. 1-я царств, 28-я глава. Хочу прочитать вам из 4-й и 6-й стих. Здесь написано так, с 4-го по 6-й. «И собрались филистимляне и пошли и стали станом в Санаме. Собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом в Гелвуе. И увидел в Саул стан филистимский и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросился у Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через умим, ни через пророков». Хочу напомнить вам такую иллюстрацию из жизни Саула и из жизни Давида. И чтобы мы с вами сравнили двух этих царей и сделали для себя очень важный вывод. Почему такая разница между ними? Смотрите, Саул — это царь, у которого есть много людей в подчинении, у которого есть воины. И вот он пришел на войну, собрались филистимляне, собрались и израильтяне. И написано в 5-м стихе, «И увидел Саул стан филистимский и испугался». И затем следует такое слово, «И крепко дрогнуло сердце его, сильно затремтило его сердце». То есть отвага пропала, не было отваги, она потерялась. Втратив відвагу, перестав бути мужним, твердым или твердым и мужественным, сердце его в нем затрепетало, дрогнуло. Он испугался. И начал вопрошать Господа, вопросил Господа. И затем проблема. Но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через умим, ни через пророков. Он спрашивает Бога, а Бог молчит. Он понимает, что по-человечески он не победит. Против него очень большое войско. И он начинает хвататься за эту соломинку, которая у него осталась. Хвататься за ту надежду, которая, казалось бы, должна была помочь. Но Бог не отвечает ему. Бог ему не отвечает. То есть единственный, кто мог бы ему помочь в этой ситуации, он молчит. И поэтому Саул очень боится. Потому что он понимает, что ничего у него не осталось. И дальше 15 стих и ниже. «И сказал Самуил Саулу, для чего ты тревожишь меня?» Ну, мы знаем, что перед этим было, да, что он хочет поговорить с кем-то, но никого не находит. И поэтому он идет на такую греховную вещь. Он хочет говорить с Самуилом, который уже умер на тот момент. «И сказал Самуил Саулу, для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул, «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророка, ни во сне, потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». Заметьте, да, человек раньше не вопрошался этим вопросом. Ему это не сильно было интересно, что мне делать. А здесь, когда обстоятельства его зажали уже в тупик, он пытается, просит, ищет выхода, но не находит его. И ему хотелось бы очень знать, что мне делать, но нет ответа. Мне вспоминается из книги-притчи, когда описывается о мудрости, и говорится, что мудрость взывала на площадях везде, на всяких возвышенных местах, говорила, но люди не слушали. И потом в конце пишется, и потом, когда вы будете меня уже искать, но я вас не буду слушать, вы будете хотеть найти эту мудрость, но вы ее не найдете, потому что уже поздно. Вот здесь вот мы видим ситуацию, когда то же происходит с Саулом. Тогда, когда нужно было искать мудрость, и он ее не искал, но когда она ему сейчас крайне необходима, он ее не может найти. И сказал Саул, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушал глаза Господня и не выполнил ярость гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобой ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян, завтра ты и сыны твои будете со мною, то есть умрут. Истан Израильский предаст Господь в руки филистимлян. Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила, притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И дальше написано, что подошла женщина и увидела, что он очень испугался и сказала, вот, раба твоя, послушалась голоса твоего и подвергла жизнь свою такой опасности, и исполнила приказание твое, которое ты дал. Теперь, прошу, послушайся, ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба. А он есть не хочет. Он есть не хочет. Он, когда услышал эти слова, написано, сильно испугался, не стало в нем силы, и пал всем лицом своим на землю. Всем телом своим на землю, да? Извиняюсь. То есть, насколько это поразило его, что силы его оставили, он просто свалился на землю от этого страха, от этой безнадежности, от осознания того, что нет у него надежды. Ничего в его ситуации не изменится к лучшему. Все уже потеряно. То есть, это картина, которая нам ярко описывает уныние. Уныние царя Саула. То есть, надежда его оставила. У него нету никакой надежды. Все, что его ожидает, это смерть. И когда мы откроем следующую, несколько глав. Глава 30, с 1 по 8 стих хочу вам прочитать. 1 Царств 30, глава с 1 по 8. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелага, меликитяне напали с юга на Секелаг и взяли Секелаг и сожли его огнем. А женщины, всех бывших в нем от малого до большого, не умертвили, но увели их в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, и жены их, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопли, плакали, доколе не стало в них силы плакать. Описывается ситуация уныния тоже. Когда они приходят, город, в котором они жили, сожжен огнем, все их родственники, жены, дети, они все взяты в плен. И написано в 4 стихе, «Поднял Давид и народ, бывший с ним, поднял Давид и народ, бывший с ним, вопли, и плакали, доколе не стало в них силы плакать». Насколько большое это было уныние у них, что они плакали до тех пор, пока уже силы не стало у них плакать. И дальше написано, «И взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кормилетянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих». Настолько они скорбели, насколько они были смущены, что они хотели Давида камнями даже побить, они хотели его умертвить за все это, что с ними произошло, потому что они видели, как его обвиняли за все. То есть, с одной стороны, эти обстоятельства тяжелые, город сожжен, родственники забраны, неизвестно что с ними, а с другой стороны, весь народ на него озлоблен и хочет его побить, потому что считает, что он виноватый. Казалось бы, но уныние, яркая картина уныния. И дальше, в седьмом стихе написана одна важная вещь. Написано, что «но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне Ефот». И принес Авиафар Ефот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчища, и догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Но Давид укрепился надеждою на Господа. Надежда на Господа, она развеивает уныние, она его прогоняет. И он начал говорить к Богу, он начал вопрошать к Богу. Он написано «и вопросил Давид Господа». Начал задавать Богу вопросы, начал молиться, начал общаться с Богом. И Бог ему отвечает. И когда он услышал ответ от Бога, его сердце, оно поднялось, да? Оно наполнилось надеждой, оно наполнилось упованием, наполнилось смелостью, отвагой, мужеством, радостью. И он пошел и начал догонять. И мы знаем историю, чем это закончилось. Они догнали, забрали своих родных, близких, набрали много всякого добра и пришли радостные, одержав победу. Когда уныние, братья и сестры, одолевает нас, когда, может, обстоятельства у нас сложились очень тяжело и сложно, то пусть надежда не покидает нас. Пусть наши взоры будут обращены на того, кто дает эту надежду, на того, кто имеет все ответы, на того, кто может помочь в любой ситуации, который помогал Давиду, который помогал апостолу Павлу, который давал ответы на их вопросы и который готов говорить с нами. Братья и сестры, Бог готов с нами разговаривать. Он готов отвечать на наши вопросы, Он готов подкреплять нас, готов давать нам силы. И все, что нам необходимо, Он это все дает, если мы к Нему обращаемся, если мы на Него уповаем, если мы ищем Его, если мы ищем лица Его, если мы устремляем свои взоры к Богу. Есть такой Псалом 41, и там Псалмопевец говорит в 12 стихе такие слова, «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» И дальше Он говорит, что нужно делать в такой ситуации. Он как бы разговаривает со своей душой, Он говорит, «Почему уныние у тебя? Что ты делаешь? Не нужно так делать. Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Бога, Спасителя моего и Бога моего». Он говорит, «Уповай на Бога и славь Его. Прославляй Бога. Вспомни те милости, которые Бог тебе уже оказал. Вспомни, что ты имеешь во Христе, какое служение ты имеешь по милости Божией. Подними свой взор на вечное, на то, что не проходит, на то, что не перестает, на то, что невидимое. И посмотри на Бога, и укрепи с надеждой на Него. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его. Спасителя моего и Бога моего». Есть еще одно место, которое я бы хотел прочитать, тоже говорит нам, что не нужно унывать. Сам Бог в лице Иисуса Христа, Он говорит нам, что не нужно унывать. Луки 18 глава с 1 по 8 стих. Луки 18 глава. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Иисус Христос говорит, братья и сестры, нужно всегда молиться и не унывать. И поэтому Он рассказывает им притчу. Он говорит, когда уныние приходит в твою жизнь, молись. И вот притча тебе. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но в Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле. Сам Бог говорит, послушайте, если ваши обстоятельства сложились так, что у вас ничего не получается, как эта бедная вдова. Она приходит к суде, а судья не слушает, не отвечает на ее просьбу. К другому некому ей идти больше. Она уже исчерпала все ресурсы, то есть у нее ничего нету. Никто ей не может помочь. И вот она ходит к этому суде и просит у него, просит. И он говорит, что поскольку я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но все равно сделаю то, что она просит. То есть, казалось бы, ничто не могло заставить этого судью сделать то, что просит эта вдова. То есть у нее не было никаких рычагов или никаких средств, чтобы поменять его мнение. Ни у кого на этом свете не было никакой силы или возможности что-то поменять. Но Бог может это сделать. И Бог делает. И Бог говорит, что сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Бог подает защиту свою и подаст ее. И Бог говорит, что нужно всегда молиться и не унывать. Не унывайте, братья и сестры, а молитесь и уповайте на Бога. И Бог обещает, что Он рядом. Он подает свою защиту вскоре. Хотя и медлит. Подает вскоре, но и медлит. То есть подает в то время, в которое Он считает нужным. Но Он обязательно даст то, что вам необходимо. То, в чем вы нуждаетесь. Может даже не то, что вы думаете, но то, что вам нужно. Если мы вернемся к Коринфянам, к 4 главе, вот Он говорит такие слова в 1 стихе. «По сему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». И дальше Он говорит «но». Мы не унываем «но». То есть мы не втрачаем, не тратим о відваге «но». Но что они делают? То есть Он не унывает, но чем-то другим занимается. А что Он делает? Он говорит «но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не скажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себе совесть и всякого человека перед Богом». Он говорит «мы занимаемся очень важным делом. Мы не унываем, но проповедуем Евангелие. Мы не унываем, но проповедуем Иисуса Христа». И Он говорит несколько вещей. Он говорит, что «отвергнув скрытные и постыдные дела». То есть Он говорит, мне нечего скрывать, братья и сестры. Он говорит, нечего мне скрывать. У меня нет никаких тайных грехов. У меня нет ничего, что мне нужно было бы прятать. Нет ничего, чего мне нужно было бы стыдиться. То есть Он говорит, я какой на словах, такой и на деле. То есть то, что я говорю, тем я и живу. То есть у меня нет ничего, что привело бы меня в стыд, если бы вы узнали об этом. «Отвергнув скрытные, постыдные дела». То есть то, что Бог хочет от нас с вами, чтобы у нас не было этих скрытных, постыдных дел. «Видреклися тайного сорому». То есть того, что люди не бачат, того тайного, что не видно людям, может в мыслях наших, может в наших детях, кто никто ничего не видит, не знает, но оно у нас есть. И Бог говорит, убери это, этого не должно быть. Твоя практическая жизнь, она должна быть чистой. И Павел говорит, что моя практическая жизнь, то, как я живу, она чистая, она такая, как должна быть. Это то, каким должен быть проповедник Евангелия. То есть то, каким должен быть каждый служитель. Тот, который имеет такое служение особенное и не унывает. Почему? По милости Божией он это служение может нести, служение Нового Завета, то прославленное, славное служение. Этот человек, он не должен иметь скрытых, постыдных дел. Он не должен грешить. Открыто, скрыто, но здесь говорится об скрытых делах, потому что открытые и так видно. И это понятно, что их не должно быть. И дальше второй пункт, который я хочу сказать. Здесь написано так. Не прибегая к хитрости. То есть он говорит, что моя жизнь, она святая и чистая. А также те методы, которые мы используем для проповеди Евангелия, они правильные. Мы не используем никаких хитрых вещей. Мы никого не пытаемся как-то задурить, обмануть, использовать какие-то там, может, продвинутые психологические методы, какие-то там схемы, системы, что-то, чтобы людей как-то переубедить, переломать, поменять их мышление своими силами. Мы этого всего не делаем. Мы не прибегаем никакой хитрости. То есть нет никакого лукавства, нет никакого лицемерия, никакой хитрости в наших делах. То есть все, что мы делаем, те методы, которые мы используем для того, чтобы Евангелие вам донести, это святые, чистые методы, простые, такие, как Бог нам дал. То есть мы как говорим, так и живем, так и вам это все объясняем. То есть эти методы используем, какие нам Бог сказал использовать. Мы не прибегаем к хитрости, не искажая Слово Божие. То есть и ту информацию, которую мы передаем, то Евангелие, то Слово Божие, мы его не искажаем, не коверкаем. А что мы делаем? Мы открываем истину, открываем истину такую, какую Бог нам ее открывает. И дальше интересно написано, что представляем себя совести всякого человека. То есть он говорит, открывая истину, представляем себя. Если посмотреть на последовательность, на все, как он пишет, он говорит, что мы отвергнув скрытные дела, не прибегая к хитрости, открывая истину, представляем себя. То есть как бы, когда мы смотрим на это, то мы видим, что Павел говорит, я представляю себя, открывая истину. С другой стороны, так смотришь и думаешь, ну зачем он себя представляет? Представляя Иисуса Христа, можно было бы написать, что мы представляем вам Иисуса Христа, а он здесь говорит, что представляем себя, совести всякого человека перед Богом. И дальше он говорит в пятом стихе, он говорит, потому что мы не себя проповедуем, но Иисуса Христа, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Если ты, Павел, проповедуешь Иисуса Христа, Господа, зачем ты себя представляешь? Это казалось бы, ну как бы сам себя выставляет наперед, да? Но если мы вспомним, почему апостол Павел пишет это, он пишет это как в противовес лжеучителям, лже всяким апостолам и тем людям, которые учили обману. Вот те люди, приходя, они имели скрытные всякие постыдные дела, то есть они не открывали себя, и они не представляли себя совести всякого человека. Почему? Потому что они понимали, внутри там есть что скрывать, и поэтому представить себя совести человека, то есть открыто быть, то есть открыться полностью, без всяких скрытых вещей, они не могли. Почему? Потому что они использовали хитрость, они искажали Слово Божие, и не открывали истину, а открывали те вещи, которые сами хотели преподнести, ложь. Поэтому они не могли быть открытыми такими, как мог быть открытым апостол Павел. Он говорит, мы представляем себя совести всякого человека перед Богом. То есть, другими словами, апостол Павел, это был практический пример той истины, которую он говорил теоретически. То есть, он говорил теорию и практику, жил в своей жизни. То есть, его слова, его дела, это было одно и то же. Оно все в одну точку било. Это все соответствовало, его слова соответствовали его делам. И казалось бы, вот если мы посмотрим на это все, хорошее, прославленное, величайшее служение в жизни апостола Павла, которое освобождает, которое дарует людям свободу, которое является служением Духа Живого и Животворящего, которое намного славнее того служения, которое было в Ветхом Завете. И мы видим тут Павла, который чистый, откровенный, искренний, который передает Слово Божие, не искажая его, который передает Слово Божие так, как должно, и он открытый совестью всех людей, проповедует Иисуса Христа, Господа. Казалось бы, каждый, кто услышит это, должен покаяться, и его жизнь должна измениться. Но в третьем стихе он говорит, что если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Он говорит, это благовествование о славе Христа для некоторых людей закрыто. Хотя мы и так и проповедуем правильно, и живем правильно, но не все люди верят в это. Почему? Потому что Бог века сего ослепил их умы. Бог века сего – это сатана, да? То есть их умы ослеплены, они не видят. И нужно, чтобы произошло чудо. То чудо, которое может сделать только Иисус Христос. Иисус, написано здесь, чтобы для них воссиял свет благовествования о славе Христа. Если мы помним, в книге «Бытие» в первой главе написано так. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над землей. И сказал Бог, что да будет свет, и стал свет». И здесь написано, чтобы воссиял этот свет, свет благовествования о славе Христа. А чтобы этот свет благовествования о славе Христа воссиял, чтобы человек осознал и понял это все, нужно, чтобы Бог сказал, да будет свет. Чтобы этот свет Бог сделал в жизни человека. То есть можно иметь величайшее служение. Можно жить такой жизнью, какой жил апостол Павел. Можно точно передавать Слово Божие, не искажая его. Можно жить практически такой же жизнью, как ты проповедуешь, и говорить то же самое. Но чтобы человек обратился и стал верующим, нужно, чтобы произошло чудо. И это чудо может сделать только Иисус Христос. И он говорит, поэтому мы не себя проповедуем, но Иисуса Христа Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил и наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Бог хочет, чтобы мы это Евангелие, это благовествование о славе Христа знали и чтобы мы познавали славу Божию в лице Иисуса Христа, чтобы мы вздирали на эту славу Божию и преображались в этот образ, который мы видим в Иисусе Христе. И дальше он говорит, что поэтому Бог, вот это все славное, такое служение, славные вот эти вещи все, самого Иисуса Христа прославленного, самого Бога живого, поместил в такой немощный, хрупкий сосуд. Он написано, что «Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах». Почему глиняных? Глиняный сосуд, он хороший. Его часто пользовали раньше люди. И он очень полезный, но в нем есть один недостаток. Он очень хрупкий. То есть, если его ударить чем-то, чем-то таким твердым или острым, или просто упустить, он упадет и разобьется. Это не так, как железная сковородка, которой гвозди можно забивать, а потом пожарить на ней что-то. Ну, не нужно так делать. Но глиняный сосуд очень хрупкий. Его легко ранить, легко разбить, он может легко разрушиться. И поэтому Бог поместил, дал нам такие тела, которые очень немощные бывают иногда, которых легко можно сбить с толку и привести в уныние. Но апостол Павел говорит, что Бог дал нам такие глиняные сосуды или такие тела слабые, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Чтобы вся слава была Богу. Чтобы мы ни в коем случае не приписали ничего себе. И чтобы, если в нашей жизни будут такие обстоятельства, как в жизни апостола Павла, как он говорит здесь, что мы отсюда притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Если будут такие обстоятельства, и мы понимаем, что по-человечески мы не можем их преодолеть, нам нужна сила, которая превосходит эту человеческую силу. А эта сила находится в Иисусе Христе, чтобы мы ни в коем случае не приписали эти заслуги себе, чтобы мы всю славу от начала до конца воздавали тому, кому она по праву принадлежит, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Слово «приписываем» здесь прописи у меня написано. То есть, эта слава, она принадлежит Богу, она Его от века. И чтобы эта слава, она была и сила, она принадлежала Богу, чтобы мы ее воздавали Богу. И чтобы мы могли проходить эти обстоятельства, такие, как апостол Павел проходил, или Давид проходил. И чтобы мы не унывали, но имели смелость, отвагу, силу, которая от Бога приходит. И дальше он говорит, что мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал, потому и говорил, и мы, веруя, потому и говорим». Он говорит, что мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Он говорит, что я понимаю, что я в смертном теле нахожусь, которое разлагается, которое умирает, которое умрет, разложится. И он носит эту мертвость у Господа. То есть он умер для греха, он умер для этого мира, он умер вместе с Иисусом Христом для этой жизни, для того, чтобы жить воскреснуть с Иисусом и жить вместе с Ним в этом теле находясь. То есть он умер для греха, он умер для самого себя, для того, чтобы жизнь Иисусова могла в нем открыться. И если даже обстоятельства в его жизни трудные, он все равно, он уже умер вместе со Христом. Он не переживает, что если его убьют, как я слышал одно выражение, что один проповедник сказал, что что худшее, самое худшее может сделать для нас другой человек, или что с нами самое худшее может произойти в этом мире. Ну, нас убьют, да? Нашу жизнь заберут, нас лишат жизни. Но даже если нас убьют, физическое наше тело убьют, мы знаем, что духовное наше тело, оно продолжает жить. Мы знаем, что мы будем живы вместе с Богом и дальше будем продолжать жить в вечности. Поэтому то худшее, что люди могут нам сделать, оно оказывается лучшим. Почему? Потому что это, наоборот, приблизит нас к Иисусу. Мы быстрее с Ним встретимся. То есть нам нечего бояться. Самое страшное, что с нами может произойти, это не такое уж и страшное. И если мы умерли вместе со Христом и каждый день умираем для себя, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной нашей плоти, то тогда жизнь Иисусова открывается и мы живем этой жизнью. Написано, «Ибо мы живые и непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». И иногда нужно, чтобы с нами произошли такие обстоятельства даже, которые по-человечески невозможно преодолеть для того, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной нашей плоти. Но очень важно помнить во всех этих обстоятельствах, зная, что воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит и нас с вами и поставит пред Собою с вами, написано. Бог, Он воскрешает людей и воскресит и нас с вами. Из-за этого Ему слава. И как здесь написано, что «Чтобы дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». Слава Богу за все то, что Он делает с нами, братья и сестры. И дальше Он говорит такие слова под конец. «Поэтому мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». И дальше Он говорит о страданиях, и когда Он говорит о страданиях, Он говорит, что эти страдания, они временные, ибо даже не просто временные, а кратковременные. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Он говорит, что те трудности, которые в твоей жизни случаются, брат или сестра, они заканчиваются, они временные, кратковременные. Но в результате производится безмерное, в преизбытке производится безмерная слава. Почему? Потому что Бог продолжает работать в наших сердцах. Бог продолжает работать. И написано, что любящему Бога, призванному по Его изволению, все содействует ко благу. Если Бог работает в наших сердцах, то внутренний человек обновляется, и мы, проходя через разные страдания или трудности, мы преображаемся в этот образ Божий, когда, если мы взираем на Него, если мы взираем на эту славу, преображаемся, когда Господня Духа написана. Но очень важно, куда мы смотрим. Куда мы смотрим? На то тело, которое ветшает, или на небо, которое сияет, на ту славу, которая на небесах. Когда мы смотрим, не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Бог говорит, смотри на невидимое, смотри на вечное. Смотри туда, где Бог, где Иисус Христос сидит одесную Отца. Смотри на ту славу, которая в Нем. Смотри на то служение, которое Бог тебе вверил, то особое служение, которое намного славнее того служения, которое было у Моисея. Смотри на то Божье, На того Бога, который добрый, который благой, который милостивый, который Бог является Отец всякого милосердия. И Бог, который любит тебя, который назвал тебя своим детем и который тебя не оставит и не покинет. И хочу закончить. Одно место прочитать. Оно записано в послании к Ефесянам в третьей главе. В послании к Ефесянам в третьей главе, в первом стихе, апостол Павел говорит такие слова. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Он говорит, «Мои обстоятельства таковы, что я в тюрьме, я узник». И мы знаем, что в тюрьме люди часто унывают, они теряют надежду. Особенно, когда неизвестно, или даже наоборот, когда известно, что они оттуда никогда не выйдут. И вот Павел, находясь в тюрьме, не унывает. И в тринадцатом стихе ниже он говорит, «Поэтому прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Он не только не унывает сам, но он говорит Ефесянам, он говорит, «Поэтому прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». И для этого он говорит, «Я преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Посмотрите, куда он обращает их взор. Он говорит, «Я молюсь о том, чтобы вы не унывали. И для этого я обращаюсь к Богу, который является Отцом Господа Иисуса Христа и вашим Отцом, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. То есть Он все назвал, все сотворил, всем управляет. Я прошу этого Бога, чтобы дал вам по богатству славы Своей, того славного Бога, чтобы Он по богатству Своей славы дал вам крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Смотрите, снова Он говорит о внутреннем человеке, который должен обновляться, когда внешний человек тлеет. «Чтобы Бог дал утвердиться Духом Его, Духом Божиим во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца наши, чтобы мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, что долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову». Когда человек понимает, насколько Христос любит его, а это человеческим разумом понять невозможно. Здесь Он говорит, что превосходящее разумение любовь к Христову. Человеческий разум не способен этого вместить, и он поэтому и молится Богу, чтобы Бог нам это открыл. И когда Бог открывает нам это, когда мы это осоздаем, то трепетом наполняется наше сердце, и уныние покидает нас. Почему? Потому что никакому страху там не остается места, когда любовь Божия наполняет сердце человека. «Дабы вам исполниться всею полнотою Божию, а тому, который действующую в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Он говорит, что Бог действует в нас своей огромной силой. И эта сила, она намного больше, чем мы себе можем представить. И только Бог может нам открыть и показать все величие этой силы. И все эти возможности, и весь тот потенциал, и все то, что может Бог делать через нас. А это намного превышает наше помышление. Поэтому нам и нужно пребывать в общении с Богом. Поэтому нам нужно обращаться к Нему. Поэтому нам нужно пребывать в Слове Его. И когда мы, если мы вспомним Иисуса Навина, когда Бог призывает Иисуса Навина на служение после Моисея, Он говорит этому воину Божьему, который должен был пойти и захватить землю обетованную, и приобрести ее для народа израильского, Он ему говорит не один раз, говорит, будь тверд и мужествен, будь тверд и мужествен. И потом Он ему открывает секрет, Он говорит, чтобы ему быть твердым и мужественным, оставаться, ему что нужно делать? Он говорит, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что там написано. То есть Бог сам говорит, что тебе нужно Слово, тебе нужна молитва, нужно всегда молиться и не унывать. Тебе нужно поднимать свой взор на небо там, где Христос одеснует Отца. Тебе нужно смотреть туда, на ту славу, которую имеет Иисус Христос. Тебе нужно все это для того, чтобы жить этой жизнью без уныния. Но если ты это делаешь, слава Богу. А если ты пытаешься без Иисуса Христа преодолеть уныние, то, к сожалению, у тебя ничего не получится. И все, что может получиться у нас, когда мы своими силами пытаемся жить, решать проблемы и решать проблемы уныния, то печальный результат может нас ожидать, такой, как ожидал Саула. Поэтому Бог снова и снова в Слове Своем говорит нам, что унываешь ты, душа моя, что печалишься, да? Уповай на Бога, уповай на Бога. Давайте, братья и сестры, с вами помолимся, прославим Бога за то, что Он нам дал, за такое славное служение, за то, что Он есть у нас, Сам живой Бог, за то, что Он своим присутствием изгоняет всякое уныние из наших сердец, за то, что нам есть на кого надеяться. У нас есть Тот, Кто может поднять каждого из нас, укрепить, поставить, дать силы и провести по жизни. Несмотря на все эти обстоятельства сложные, чтобы мы могли вместе с апостолом Павлом сказать, что течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец. Пусть Бог благословит, чтобы каждый из нас мог сказать эти слова. Аминь. Аминь. Аминь.